Удовольствие, чего я могу ждать? Я знаю, что ниже четверки я не получил. В школе у меня было пять. Роберт Горданов пишет диктант уже не в первый раз. В своей грамотности мужчина не сомневается, ведь долгое время он проработал на такой должности, которая предполагает совершенное знание русского языка. Я, в общем-то, специалист по языку, я переводчик, я работал в Нью-Йорке в секретаре ООН, в службе русских письменных переводов. Я очень ответственную работу выполнял, то есть там ниже пятерки вообще никого на эту должность не сажали, потому что срочная такая работа была, требовалась качественная и быстрая. У меня получалось. В Казани написать тотальный диктант изъявили желание более 500 человек. Среди них как школьники и студенты, так и люди, давно уже получившие образование. Татьяна Беляева хоть и рассчитывает на хорошую оценку, но признается, в предыдущие годы диктант давался нелегко. Диктанты обычно очень сложные, ну, чтобы написать на отличную, конечно, оценку, на хорошую. А если достаточно тройки, то, может, даже половину достаточно писать, не знаю. Перед началом работы участники знакомятся с текстом, который с экрана озвучивает его автор, писательница Гузель Яхина. Для казанцев диктором стала вице-премьер Лейла Фазлеева. Филолог по образованию, она призналась, что знает некоторые секреты, которые должны помочь экзаменуемым допустить меньше ошибок. Я знаю, как продиктовать так, чтобы было понятно, где запятая, а где двоеточие. Ну, по крайней мере, можно постараться. Будто у него десяток безотлагательных дел, которые непременно следует увадить сегодня. Кстати, текст диктанта – это отрывок еще не изданного романа Гузель Яхиной. Широкая публика слышит его впервые, поэтому возможности найти этот отрывок в интернете и списать нет ни у кого. Есть места, в которых реально сомневаюсь. Какие? Запятыми. С орфографией точно все нормально? Пунктуация, вот не знаю. Запятые, так нужно было друг за дружкой, прям слепать, слепать, слепать. Достаточно сложные. Узнать результаты своей работы участники «Тотального диктанта» смогут уже в понедельник. Как отметили организаторы, для того, чтобы получить пятерку, в тексте нельзя делать ни одной орфографической ошибки. Пунктационная ошибка допускается всего лишь одна. Андрей Шульга, Максим Малов, Телеканал Эфир. Продолжение следует...